В императорском зале Казанского федерального университета состоялась церемония открытия 10-й юбилейной международной научно-практической конференции «Россия-Китай. История и культура». Конференция является ежегодным мероприятием и уже получила достаточную известность в научной среде. На мероприятии выступили представители КФУ, Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге, Генерального консульства Китайской Народной Республики в Казани и многих других. Сотрудничество между Россией и Китаем ведется уже давно. Российские вузы, в том числе и Казанский федеральный университет, поддерживают подобную политику, организуя встречи и мероприятия с представителями и специалистами Китая. И интеграционные процессы с Китайской Народной Республики у нас тоже интенсифицируются не только с каждым годом, но и с каждым месяцем. Об этом же свидетельствует и о встрече наших лидеров на разных площадках и те принятые решения, которые реализуются как в Китайской Народной Республике, так и на территории Российской Федерации. КФУ регулярно сотрудничает с Китаем. Так, например, на открытии конференции обсуждались вопросы шелкового пути, высокоскоростной железной дороги от Москвы до Пекина. Университет является партнером проекта. Для истории востоковедения в России Казань является одним из важнейших центров. Конференция продлится до 7 октября. Артем Тубичкин, Владислав Михневский, Универньюз.